Эта женщина, подданная России, попросила нашу съемочную группу не называть ее имени. Не хочет выглядеть нарушительницей в глазах близких людей. У меня на родине все ходят через железнодорожные пути, признается она. Увлекшись пояснением о законах соседней России, хотя в этом плане они аналогичны белорусским, и хождение по путям также запрещено, женщина не поняла главного, чем может обернуться обеспеченное отношение к своей жизни. Вы понимаете, что вы рискуете своей жизнью? В принципе, я понимаю, я, честно говоря, приезжаю сюда иногда, и я всегда здесь ходила. Я раньше ездила, а сейчас думаю, ну пройдусь, вот приехала, хочу посмотреть город, как изменился, как все. И думаю, ну пройду вот прям туда по Советскому, ну в общем, короче, реакция. Вы сделали вывод, да, мои хорошие, больше я не буду нарушать. А вот у Ирины уважительная, по ее мнению, причина, позволяющая ей идти по железной дороге. В диалоге с правоохранителем акцентировала внимание на том, что она внимательно смотрела по сторонам. Поезда не было, а значит, путь свободен. Знака нигде нету, поэтому вот идешь и идешь, все здесь ходят сто лет уже. Вы знаете, что по законодательству нельзя переходить пути железнодорожных? Не знала. И как, в следующий раз вы будете где ходить опять? Не, я сюда очень редко хожу, мне в управление просто надо здесь, раз в год бываю, поэтому больше здесь ходить не буду. К слову, вот он знак. По словам правоохранителей, его постоянно разрисовывают и ломают. Понятно, зачем. Кстати, многие нарушители даже головы не поднимают, шагая по рельсам, не говоря о том, чтобы подняться на мост и тем самым оградить себя от штрафа и опасности. Особенно это касается молодых людей, которые переходят пути в наушниках. Уже в этом году для троих прогулка под музыку закончилась плачевно. В этом году было травмировано двое несовершеннолетних, которые проходили ЖД-пути, прослушивая музыку через наушники. То есть они не слышали сигнала машиниста поезда. Несовершеннолетняя жительница города Пинска, проходя ЖД-переезд под запрещающий свет светофора, прослушивая музыку в наушниках, не услышала сигнал машиниста. И получилось, что поезд на самом ЖД-переезде ее сбил. Она получила тяжелые травмы. Всего в этом году по Брестской области было зафиксировано 14 несчастных случаев, в результате которых 8 человек погибло и 6 получили травмы. Главная причина нарушений – элементарная человеческая беспечность, которая и привела к трагедиям на рельсах. Те, кто вопреки правилам продолжает игнорировать предупреждающие знаки, ждет наказание в виде административной ответственности с наложением штрафа до двух базовых величин. И хорошо, если за свою безалаберность нарушитель расплатится только деньгами, а не своей жизнью.